Субтитры делал DimaTorzok И скандал на республиканском съезде. Пят Круз поздравил Дональда Трампа с президентской номинацией, но не призвал за него голосовать. Госдепартаменте США заявили, что ФБР уже начало оказывать помощь украинским властям в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. В заявлении ведомства отвечается, что США присоединяются к правительству Украины для поддержки полного и беспристрастного расследования. Мы приветствуем заявление полиции и генерального прокурора о том, что это преступление будет полностью расследовано, а виновные привлечены к ответственности, говорится в официальном коммунике Госдепартамента. В ведомстве также добавили, что смелые и принципиальные репортажи Шеремета служили примером для журналистов в регионе. Тему продолжат коллеги в Праге. Я передаю слово Сергею Дорофееву. Да, Игорь, события дня в настоящем времени. Здравствуйте. Сегодня в Киеве на месте гибели Павла Шеремета и на Майдане независимости портреты погибшего журналиста «Цветы и свечи». Следствие рассматривает уже шесть версий преступления. Подробнее о них буквально через минуту. А прямо сейчас видео с возможным убийцей Шеремета, взятое с камер наружного наблюдения. На этих кадрах последние секунды перед взрывом и сразу после их проанализировал Анджей Мрочик, экс-руководитель секции по делам терактов варшавской полиции, а ныне эксперт Международного центра исследований терроризма. Он обращает внимание на мужчину с тростью, на котором летом надета темная теплая куртка и шапка. В момент взрыва мужчина даже не вздрогнул, хотя остальные прохожие начали разбегаться, говорит Мрочик в интервью телеканалу Белсат. Потом с легкостью молодого человека, вы это можете видеть, мужчина подбегает к автомобилю, возможно, для того, чтобы убедиться, удалось ли убийство. Не исключено, что именно этот человек с помощью радиопередатчика мог и привести бомбу в действие. Еще сегодня утром с телом погибшего журналиста работали украинские судмедэксперты. Прощание в Киеве предварительно намечено на завтра. Завтра же к вечеру гроб должны доставить самолетом в Минск. Прощание и похороны, по информации мам журналиста, должны пройти в субботу в Минске. Павел Шеремет, напомню, погиб вчера утром в центре Киева. В автомобиле, за рулем которого он находился, сработало взрывное устройство. Украинское следствие рассматривает уже шесть версий убийства. Об этом по телефону нашим коллегам рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит. Их уже шесть, я могу лишь назвать предварительные четыре. Еще раз повторю, покушение на Елену Притулову, также дестабилизация или русский след, так называемый. Дальше неприязнь в отношениях или личные мотивы. Ну и, конечно же, профессиональная деятельность. И украинские силы, и поддерживаемые Россией боевики на востоке Украины практикуют, цитата, длительное, произвольное, а иногда и тайное задержание гражданских лиц и подвергают их пыткам. Об этом говорится в публикуемом сегодня докладе международных правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch. Доклад под названием «Вас не существует» основан на показаниях задержанных с обеих сторон конфликта. Подробнее Шахиды Якуб. Константину Бескаравайному 59 лет. В родной Константиновке он работал зубным врачом. В ноябре 2014 года люди в масках ворвались к нему домой, провели в доме обыск, при этом не предъявив ордера, и захватили его. Они утверждали, что он собирался отравить местную систему водоснабжения. На голову Константина надели мешок, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Задержавшие его сотрудники службы безопасности отволокли его сначала, как он рассказывает, на свою базу в Краматорске, и далее через Изюм он был переправлен в подразделение СБУ в городе Харьков. Пока он находился в Краматорске, его пытали. В незаконном заключении Константина Бескаравайного продержали 15 месяцев. Там выводят под конвоем, не кричать, не шуметь. Эти внутренние дворики проглоченные, три на три, сверху сетка. Самое сложное в истории Константина – это то, что украинские правоохранительные органы, а также службы национальной безопасности отрицают факт его задержания. Родственники Константина Бескаравайного неоднократно обращались в СБУ, однако в ответ получали следующее – он не находится под стражей и не является подозреваемым. Когда он туда поступил, ближе к концу 2014 года, кроме него находилось еще 72 человека. Вот в том же самом статусе. То есть, как выражались там сотрудники и охранники, в статусе призраков. Вот их так называли. Это люди, чьи задержания никоим образом не фиксировались. В контексте истории господина Бескаравайного за время этих долгих-долгих месяцев несколько раз сообщалось, что он пойдет на обмен. Константин говорит, что такие люди, как он, становятся предметом торга между украинскими властями и сепаратистами в вопросе об обмене пленными. Да, я перестал там шутить, улыбаться. Я осмыслил всю свою прожитую жизнь. И молился Богу, чтобы я успел приехать домой, исповедаться и жене, и Богу, чтобы кое-что в жизни делал неправильно. Мы обратились в СБУ с просьбой прокомментировать случай незаконного содержания под стражей гражданских лиц. Следственных изоляторов в системе службы безопасности несколько, но действующий следственный изолятор только один. Мы готовы предоставить, и мы предоставим список следственных изоляторов службы безопасности ООН, и мы готовы предоставить полный допуск к тем подразделениям. Кроме того, мы готовы предоставить и к другим помещениям службы безопасности допуск, если на этом будут настаивать представители миссии. Для того, чтобы они могли действительно убедиться, что никого там незаконно не удерживают. Там просто условий нет никаких для того, чтобы кого-то там удерживать. Незаконные аресты и пытки гражданских лиц, включая случаи исчезновения, происходят и на территориях подконтрольных сепаратистов. Военный капеллан, отец Валентин, работал на передовой с украинскими бойцами, развозил Евангелие. В конце прошлого года его машину неправильно направили на одном из блокпостов, и он оказался на территории подконтрольной так называемой ЛНР. Полили мясо, тушили сигареты, электрошокер, раздирали рот, все, что им приходило в голову. Тушили сигареты. Были ребята, которым было еще тяжелее. Поэтому мне надо было помогать им. Правозащитные организации установили, что украинские власти и военизированные формирования задерживают гражданских лиц по подозрению в пособничестве пророссийским сепаратистам. Сепаратисты же задерживают людей по подозрению в сочувствии властям Украины или в шпионаже в пользу Киева. А международные правозащитные организации призывают обе стороны расследовать дела о незаконном задержании гражданских лиц и привлечь виновных по уголовной ответственности. Шахид Икоп. Настоящее время. Светошумовые гранаты и слезоточивый газ применила полиция против демонстрантов в Ереване. В результате столкновений пострадали 45 человек, более 130 задержаны. Стычка произошла между сторонниками людей в минувшее воскресенье, захвативших заложников здания патрульно-постового полка в столице Армении и полицейскими. Демонстранты пытались прорваться к оцепленному зданию, чтобы передать захватчикам еду. В стражи порядка полетели камни и палки. Следственный комитет Армении тут же возбудил уголовное дело. Отмечу, вот уже пятый день вооруженная группа удерживает в заложниках четверых сотрудников полиции, в том числе генерала и полковника из главка ереванских правоохранителей. Во время захвата здания были убиты два воскопоставленных полицейских. Захватчики требуют освобождения оппозиционного политика Жерейра Сефеляна, задержанного за незаконное хранение оружия. Переговоры властей с членами вооруженной группы продолжаются. Далее. В Турции на три месяца ввели чрезвычайное положение. На улицах комендантский час и жители страны и туристы должны постоянно иметь при себе документы. Ввести чрезвычайное положение власти решили после неудачной попытки военного переворота, предпринятой на прошлой неделе. Силовики получили полномочия останавливать прохожих без объяснения причин и проводить личный досмотр. Теперь президент Реджеп Таип Ардаган может принимать законы без участия парламента. Власти имеют право запрещать и переносить митинги, ограничивать и запрещать публикацию газет, книг, журналов. Полный список ограничений в течение месяца примет парламент. В Стамбуле сейчас работает наш корреспондент Петр Шаламовский. Он расскажет об опасениях гаража. Я вчера ездил в район Стамбула, который называется Кэдикюй. Это светский район и большинство из них три года назад поддерживали события на площади Токсим. Единственное, что их сейчас объединяет, это страх. Они не знают, что будет дальше. Эхо попытки турецкого переворота дошло и до Азербайджана. В Баку закрыли один из крупнейших вузов страны, университет Кавказ. Студенты и преподаватели, пришедшие на занятия, увидели запертые двери. О закрытии университета я узнал из соцсетей. Официально пока ничего не объявили. Мы требуем, чтобы университет не закрывали. Мы не хотим, чтобы нас переводили в другие вузы. Преподаватели ничего не говорят. Мы все в шоке. Не знаем, что с нами будет дальше. Нет никакой информации. Я случайно узнала. Пришла за дипломом и мне сказали. Надеюсь, университет не закроет. Это один из лучших университетов в Азербайджане. Надеюсь, президент нас услышит. В Азербайджане уже долгое время ведутся разговоры о возможной связи учебного заведения с религиозной сектой и ее лидером, исламским богословом Фетхуллахом Гюленом, живущим в настоящее время в США. Турецкие власти обвиняют его в организации недавней попытки переворота. Кавказ был единственным вузом Азербайджана на протяжении нескольких лет, входившим в список лучших 700 высших учебных заведений мира. Министерство образования страны пообещало сразу после получения официальных документов о закрытии вуза заняться распределением студентов по другим университетам. В последствии турецкого переворота и в Грузии генеральный консул Турции в Батуми призывает местные власти закрыть частную школу, которая, по его утверждению, финансируется фондом турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. В одном из своих интервью дипломат заявил, что она, цитата, «воспитывает поколение, которое будет служить террористам». Грузинские власти с такой формулировкой соглашаться не спешат. Звиат Мчедлишвили. Школа-лицей имени турецкого политика Рефайдина Шахина в Батуми мало чем отличается от других средних образовательных учреждений города. Обучение здесь ведется на грузинском языке и по грузинской программе. Сейчас школа пустует, ученики на каникулах, однако их возвращение за парты чуть не оказалось под угрозой. Дело в том, что генконсул Турции в Батуми Ясин Темискан призвал местные власти закрыть эту школу. Его заявление переводила сотрудник консульства. В таких школах воспитывают поколения, которые будут служить не государству, а террористам. Призываю родителей, не пускайте детей в эту школу, потому что она управляется террористической группировкой. Генконсул утверждает, что школа-лицей Шахина финансируется и управляется фондом Фетхуллаха Гюлена, турецкого общественного и религиозного деятеля, проживающего в США. Именно его официальный Анкара считает организатором попытки военного переворота 15 июля. Руководство Батумской школы, в свою очередь, отрицает какую-либо связь с Гюленом и требует от консула извинений. Это частная школа. Она существует за счет обязательных ежегодных платежей, которые ученики вносят за обучение. Мы добьемся опровержения обвинений, которые прозвучали в наш адрес. Не согласно с обвинениями консула и в грузинском МИДе, куда для разъяснений даже пригласили посла Турции в Грузии, Зеки Левента Гюмрукчу. Послу удалось несколько сгладить ситуацию. Интервьюм консула Турции в Батуми было искажено и неверно интерпретировано. В любом случае, ни консул, ни мы не говорили, что ученики этой школы террористы. Это недоразумение. Однако отказа от призыва к закрытию школы журналисты от посла так и не услышали. Развеять подозрения турецкой стороны попытался и министр образования Грузии Александр Джаджилава. Он заявил, что его ведомство внимательно следит за процессами во всех школах, в том числе и в лицее Шахина. И никаких угроз не существует. При этом министр признал, что на территории Грузии действуют образовательные учреждения, финансируемые фондом Фетхуллаха Гюлена. Однако власти не намерены их закрывать. Тем не менее, Джаджилава все же пообещал обсудить вопрос деятельности так называемых турецких школ на территории Грузии с турецкими коллегами. Решение принято. Российских легкоатлетов не допускать до Олимпиады в Рио. К такому заключению приходит спортивный арбитраж в Лозане. Национальный олимпийский комитет России пытался обжаловать решение о дисквалификации своих спортсменов из-за допинга, но получил отрицательный ответ. В индивидуальном порядке путевки в Рио получили только две российские спортсменки. Это Юлия Степанова, она была одной из тех, кто рассказала о допинге в России. И Дарья Клишина, она тренируется в Соединенных Штатах. Согласно правилам, атлеты, чья национальная федерация была дисквалифицирована ИАФ, не могут принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой ИАФ, включая легкоатлетические соревнования на Олимпиаде. Исключение составляют только те, кто выполнит определенные условия. В Кремле заявили, что о принятом в Лазанье решении сожалеют. Министр спорта России Виталий Мутко уверен, в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, цитата, «процветает коррупция». Мировая федерация полностью коррумпирована, с них все это начиналось. Те люди, которые были указаны в первом докладе независимой комиссии, продолжают работать. К сожалению, введением коллективной ответственности создан некий прецедент. Но другого мы и не ожидали. Потому что когда вице-президент МОК до заседания заявляет, что русским атлетам нечего делать на Олимпиаде, то это является серьезным сигналом. Как реагируют на дисквалификацию российских спортсменов-москвичи? И кто, по их мнению, виноват в том, что атлеты не смогут полететь в Рио? Наш опрос. Думаю, политический вопрос. Конечно, западные. Конечно, это все политизировано. Мне боятся, что мы выиграем сейчас золото. Могут и наши все-таки принимать допинг, кто знает. Ну, это политические заявки сразу чувствуются. Кто, так сказать, контролирует наших спортсменов, они же понимают, что они делают с ними. Изначально это вина самих спортсменов. Если честно, я не смотрю телевизор. В принципе, спорт как один из видов проявления антироссийского настроения на Западе. Окончательное решение о допуске всей сборной России к играм в Рио Международный олимпийский комитет должен вынести до конца этой недели. Ну что ж, снова перенесемся за океан, где сегодня в Кливленде завершающий день национального съезда республиканцев. И атмосфера накаляется, нужно сказать. Накануне во время протестов вокруг арены, где проходит форум, полиция задержала почти два десятка сторонников и противников Дональда Трампа. Жарко и внутри самой арены. Накануне перед республиканцами выступил кандидат в вице-президенты Майк Пенс и бывшие противники самого Трампа по президентской кампании. И речь Теда Круза не обрадовала миллиардера и его сторонников. Сам же Трамп отличился громким заявлением о России, НАТО и странах Балтии. Все подробности узнаем у наших корреспондентов Романа Мамонова и Наташи Мозговой, которые всю неделю работают в Кливленде. Рома, здравствуй. Скажи, пожалуйста, что было яркого в речах и чем так удивил Тед Круз? Игорь, приветствую. Ну, собственно, Тед Круз, все обращали на это внимание, поскольку он же был главным оппонентом Дональда Трампа и до последнего держался в гонке, призывая всех выбрать, эстеблишмент республиканский выбрать его, чтобы противостоять миллиардерам. Его пригласили, чему многие удивились на этот съезд и позволили выступить. И Тед Круз, пожалуй, оказался главным бунтарем на этом съезде. Все, что он сказал в адрес Трампа, это что он его поздравляет с получением номинации. И демонстративно отказался поддержать Дональда Трампа, за что была Свистон и за Улюлюкона, если хотите, находящимся в зале делегатами. Давайте посмотрим, послушаем, как это было. Это честь для меня и Хейди быть сегодня с вами здесь, в Ливленде, куда Леброн Джеймс вернулся с невероятной победой. Я убежден, что и Америка тоже вернет себе статус победителя. Я поздравляю Дональда Трампа с получением номинации накануне вечером. Все, кто слышит меня сейчас, призываю вас, не оставайтесь дома в ноябре. Выйдите, выскажитесь, отдайте сознательный голос тому кандидату, которому вы доверяете защищать нашу свободу, кто верит в нашу Конституцию. Сегодня Дональд Трамп, простите, Тед Круз, встретился со своими делегатами из Техаса и заявил, что ни при каких обстоятельствах не возьмет на себя обязательства голосовать за Дональда Трампа, поскольку этот человек оскорбил его, его семью и жену. Напомню, действительно были очень острые высказывания в адрес Хейди Круз со стороны Дональда Трампа. Вместе с тем, Тед Круз заявил, что не будет голосовать за Хилари Клинтон. Также одним из центральных событий накануне было выступление Майка Пенса, это кандидат вице-президента, который официально получил номинацию вице-президента от республиканской партии. Трамп появился, буквально секунд на 15 поздравить Пенса, пожать ему руку, и ушел, оставив вице-президента своего на сцене одного. Давайте послушаем, что сказал Пенс. Господин председатель, делегаты, друзья, Дом, дорогие американцы, спасибо вам от всего сердца. Я глубоко тронут вашим доверием. Я принимаю номинацию на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки. Я новичок в этой компании, и, если честно, я никогда не думал, что буду стоять на этой сцене. Я думал, что проведу этот вечер с друзьями Дома в Индиане. Но вот я здесь, с человеком, который выиграл 37 штатов у 16 других талантливых оппонентов. Он известен как яркая личность, с ярким стилем и невероятной харизмой. Полагаю, ему нужен баланс в паре. Многие пошутили насчет последней фразы, что не назвал ли Майк Пенса себя серой мышью на фоне яркого Дональда Трампа. Удивительно, да? Но, в принципе, накануне также выступили и другие спикеры важные, которые, конечно, подыграли, что называется, Дональду Трампу и его амбициям. Это был Искотт Уолкер, бывший кандидат президента, губернатор Висконсина Ньют Гингридж. Марко Рубио выступил дистанционно посредством видеообращения. Был также Эрик Скотт из губернатора Флориды. Ну, а сегодня главный день. Сегодня здесь обрушатся вниз шарики. Сегодня Дональд Трамп пройдет по красной дорожке. Его представит Иванка Трамп. Его, кажется, любимая дочь. И он примет номинацию от республиканской партии. Игорь. Спасибо, Рома. Между тем, нужно сказать, что Дональд Трамп вызвала беспокойность союзников по НАТО, заявив в сегодняшнем интервью газете New York Times, что Америка должна прежде всего заботиться о себе. И что если Россия нападет на страны Балтии, решение о том, приходить ли им на помощь, он будет принимать только после проверки. Выполняли ли эти страны, цитата, свои обязательства перед нами. Наташа Мозговая присоединяется к нашему эфиру. Сейчас Наташа, здравствуй. Совпадают ли позиции кандидата по внешней политике с позициями делегатов съезда? Здравствуй, Игорь. Ну, поскольку в США существует двухпартийная система, то есть тут только две большие партии, естественно, расхождение мнений внутри этих партий очень серьезное. В этом съезде участвуют несколько тысяч делегатов. Ну, естественно, их мнения тоже очень разнятся. Давай послушаем, что нам сказали несколько делегатов по поводу того, какой, по их мнению, будет внешняя политика при следующем президенте США. Естественно, они рассчитывают, что им будет Дональд Трамп и его отношения, в частности, с Владимиром Путиным. Я не доверяю Путину. Что касается Дональда Трампа, он может говорить сам за себя. Но я думаю, что как только он начнет получать в качестве президента брифинги и спецслужб, он поймет, кто такой Путин. Думаю, иногда это вынуждает людей пересматривать свои позиции. Я с нетерпением ожидаю, когда президент Трамп без рубашки поскачет на лошади рядом с президентом Путиным. Это шутка. Вы помните, как они опубликовали фотографию Путина с голым торсом на лошади? Есть несколько вещей, которые мне очень нравятся во внешнеполитической программе Трампа. Я считаю, что стороны НАТО должны быть более активными. США не могут тащить на себе всех. Я думаю, что Дональд Трамп сможет сотрудничать с Путиным. И они смогут, сообща, сделать этот мир безопаснее для всех нас. При этом политики и политологи, представляющие эстеблишмент, успокаивают обеспокоенных, говоря, что далеко не все, не все высказывания, которые звучат в эти дни со сцены, в прессе, ну и даже, на самом деле, присутствуют в партийной платформе республиканской партии, в итоге станут реальным политическим курсом. Я думаю, что это крайне сложный процесс, попытка понять, как в другой стране формируются мнения избирателей. Американские выборы, пожалуй, наиболее пристально освещаемые выборы на планете. Поэтому люди получают очень много информации, больше, чем о любых других выборах в иных странах. Это означает наличие фонового шума, множество заявлений и обещаний, которые делаются в процессе гонки, которые в итоге оказываются лишенными реальной основы и не отражаются на политическом курсе. Естественно, это касается не только заявлений, спорных заявлений Трампа в отношении внешней политики, но, тем не менее, вот эти попытки успокоить, ну, например, демонстрантов, которые собираются каждый день вне вот этого спортивного комплекса, где проходит съезд, это не очень работает, демонстрации продолжаются. Вчера, на самом деле, был, ну, такой самый бурный день для стражей порядка. Были арестованы 17 человек, они называли себя революционными коммунистами, они уже не первый раз пытаются сжечь флаг США на республиканском съезде. То есть само действие, попытка сжечь флаг не является преступлением, поскольку по законам США это считается свободой слова, защищенным Конституцией, как бы оскорбительно это ни звучало, но один из демонстрантов, его штаны загорелись, полицейский попытался ему помочь, ну, и тут, в общем, скоро началась потасовка, были арестованы 17 человек, и того всего 22 человека до сих пор были арестованы на этом съезде. Но сегодня последний день съезда, видимо, он будет самым напряженным, но завтра мы будем подводить итоги и посмотрим, чем все это завершилось. Спасибо, Наташа. Спасибо, Рома. Наташа Мозговая и Роман Мамонов на прямой связи со съездом республиканской партии в Кливленде. На антиигиловской конференции, проходящей в эти дни в Вашингтоне, страны-доноры пожертвовали Ираку более 2 миллиардов долларов для борьбы с исламистами. В двухдневном мероприятии участвуют более 24 стран, включая США, Канаду, Германию, Японию и Кувейк. В четверг министры обороны и министры иностранных дел будут обсуждать планы по обеспечению безопасности в регионе уже после его освобождения от ИГИЛ. Заседания пройдут в Госдепартаменте. Тела 22 мигрантов найдены в лодке в Средиземном море. Они погибли при попытке достичь берегов Европы. Как сообщает организация «Врачи без границ», лодка дрейфовала недалеко от берегов Ливии. На ней находилось более 200 человек. На дне лодки в воде, смешанной с топливом, активисты организации обнаружили тела 21 женщины и одного мужчины. Между тем, Соединенные Штаты готовы принять до октября этого года 10 тысяч беженцев из Сирии. И 4 тысячи из них уже прибыли в страну. Проложение темы в репортаже из Чикаго. На второй неделе их новой жизни в Чикаго ночное небо над Хасном Марзой и ее 8-летней дочерью Самаа разверзлась залпами. На День независимости здесь было много фейерверков и взрывов. И сначала мы испугались и спрятались в доме. Но потом я поняла, что это просто салют, и открыла окно, чтобы показать дочке, что это фейерверки, а не военные обстрелы. Ведь мы уже не в Сирии. В разгар войны они жили в доме под Дамаском. Самаа тогда было всего 4 года. Стреляли с разных сторон. Мы спустились в подвал, и ракета разрушила верхний этаж. Но мы остались живы. Хасна и Самаа смогли покинуть Сирию с третьей попытки. Они добрались до Египта, где ждали несколько лет, чтобы приехать в Соединенные Штаты в июне. Программа переселения беженцев в Соединенные Штаты – это небыстрый процесс. Милине Кано руководит Refugee One, агентством, которое помогает в переселении беженцев. Ей понятны их трудности. По национальности милине армянка. Она сама покинула Иран в 80-х. Когда ты имеешь дело с людьми, которые вновь и вновь переживают то, что с ними случилось, ты знаешь, что психологически и физически они не готовы немедленно бежать. Организация Refugee One помогает беженцам найти работу, жилье и оказывает поддержку во многих других ситуациях, с которыми приходится сталкиваться беженцам. Агентство получает государственное финансирование и пожертвования от частных лиц, чтобы помочь тем, кто вынужден был покинуть свой дом в поисках нового. Все большее число из них – сирийцы, такие как Хасна и Самаа. До апреля мы перевезли более 20 семей, а на сегодняшний день мы помогли примерно 60. К октябрю их число может увеличиться до 150. Хасна Марза сейчас ищет работу и занимается английским в специальных классах для беженцев. Ее муж погиб еще до начала войны в Сирии. Однако другие родственники все еще находятся в зоне военного конфликта. Хасна надеется, что когда-нибудь они смогут воссоединиться с ней в США. Около пяти миллионов человек покинули Сирию за время гражданской войны. Менее одного процента из них попадут в США. Самый жаркий июнь за всю историю метеорологических наблюдений случился в этом году. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Средняя температура планеты была на 9 градусов, 9 десятых градусов выше июньских температур в 20 веке. Причины, согласно информации ученых, две. Деятельность человека и явление Эль-Ниньо. Правда, Эль-Ниньо уже два месяца назад закончился. А жара с рекордными температурами осталась. По данным ООН, глобальное потепление обойдется экономике планеты ежегодно более чем в 2 триллиона долларов. Новую картину «Как отпустить мир и полюбить все, что не подвластно климату» недавно представил автор нашумевших документальных фильмов о проблемах климатических изменений режиссер и экологический активист Джош Фокс. В своем новом фильме Джош Фокс задает вопрос. Есть ли что-то, что климатические змеи не смогут изменить? Есть ли что-то, что климатические змеи не смогут разрушить? Есть ли что-то, что ураган не сможет унести? Ответ, по мнению Фокса, находится внутри нас. Это наши ценности. Мы можем начать формировать сообщество, развивать права человека и демократию и культивировать такие внутренние качества, как смелость, любовь, щедрость и талант. Фокс видит эти качества в молодых жителях Тихоокеанских островов, чьи дома находятся под угрозой из-за повышения уровня моря. Фокс присоединился к активистам, борцам с климатическими изменениями, чтобы остановить баржи на входе в крупнейший угольный порт Нью-Кассел. Прежде чем я скажу что-то еще, вы должны знать об обратной стороне того, что мы делаем. Если коротко, то вы можете утонуть, вас могут арестовать, вас может сбить лодка. Здесь полно акул, неуважений и огромных волн. Но вы поняли основную идею. Это был эффективный протест. Это победа для всех этих людей и для всех нас. Так что мы все можем это отпраздновать. Подобная стойкость очень важна для того, чтобы двигаться вперед. И эти люди проявляют невероятную стойкость. Если есть что-то, что позволит нам оторваться от земли, то это нравственное воображение. Именно благодаря этому воображению был написан Биль о правах и была создана демократия. Ну что ж, это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Я Игорь Тихоненко и команда Настоящего Времени в Вашингтоне. Поговорим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Сергей. Всего доброго. Мы благодарим Вашингтон, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова